Добрый день! В прямом эфире новости на 12-м канале в студии Регина Абузарова. И вот главное к этому часу. Рост зарплат, увеличение пособий и новые национальные проекты. Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Увеличить мощность, получить субсидию или же найти новых партнеров. Мы очень надеемся разобраться в инструментах поддержки. Омск стал главной площадкой развития бизнеса. Какие дополнительные меры предлагают предпринимателям? Современное прошлое. В городе Омске есть определенное общественное мнение, что в Омске крепости вал должен быть. Сердце города преобразят до неузнаваемости. Красота требует жертв или сложно устоять не только жюри, но и моделям. Кисточки и краски вместо оружия. Бьюти-мастера сразились в настоящей битве. Традиционный чемпионат парикмахерского искусства собрал в Омске сотни участников. Итак, главное политическое событие дня. Владимир Путин в эти минуты выступает с посланием к Федеральному собранию. И прямо сейчас мы подведем итоги и озвучим ключевые тезисы. Президент анонсировал сразу несколько новых нацпроектов. Все они направлены на создание комфортных условий для граждан. Отмечу, что Владимир Путин оглашает послание не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Озвучены тезисы и на более дальние сроки, чем 2030 год. По словам российского лидера, средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. Это уровень, который был до пандемии коронавируса. В 2030-му ожидаемая продолжительность жизни должна составить не менее 78 лет. А в дальнейшем планы и вовсе выйти на показатель 80+. Для достижения цели особое внимание уделят развитию здравоохранения. В ближайшие 6 лет на ремонт и строительство медицинских объектов направят больше триллиона рублей. Еще один внушительный транш 400 миллиардов предусмотрен на реконструкцию школ. В числе важнейших решений также увеличение минимального размера оплаты труда. В 2030-му году МРОД должен вырасти почти в два раза до 35 тысяч рублей. По словам президента, это непременно отразится на размере социальных пособий и зарплат в бюджетной сфере. Отдельным пунктом Владимир Путин выделил поддержку семей. Глава государства отметил, что в России благосостояние людей должно расти. И власти должны поддерживать их, помогать и давать возможность реализовать себя. На это и будет направлен новый нацпроект «Семья». Программа «Семейные ипотеки» действует до июля текущего года. Предлагаю ее продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры. Особое внимание уделить семьям с детьми до 6 лет включительно. Для них льготная ставка кредита останется прежней – 6%. И еще. Сейчас при рождении третьего ребенка государство погашает за семью часть ипотечного кредита – 450 тысяч рублей. Также предлагаю продлить действие такой нормы до 2030 года. В текущем году потребуется почти 50 миллиардов рублей на это, и потом к нам понарастающе все больше и больше. Но деньги для этого есть. В целом задача в том, чтобы строящее жилье становилось более доступным для семьи, чтобы жилищный фонд в стране системно обновлялся. Не обошел стороной Владимир Путин и тему специальной военной операции. Президент подчеркнул, что герои, которые сейчас находятся на передовой, знают, что с ними вся страна. Ощущают эту поддержку. Также глава государства поблагодарил всех граждан России за помощь фронту. Он отметил, что люди на производствах трудятся в три смены столько, сколько нужно. Отправляют бойцам письма и вещи маскировочной сети, перечисляют средства из своих скромных сбережений. Как сказал президент, это вклад каждого в победу. Отдельным тезисом послания стало развитие молодежной политики. Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики. И уже в этом году запустить новый национальный проект «Молодежь России». Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны. Именно так понимают свое призвание, свою высокую миссию и ответственность за молодые поколения наши школьные учителя. Огромное вам спасибо за ваш подвижный труд. В том, чтобы ребята чувствовали себя единой командой, обрели опоры в жизни, велика роль наставников. С 1 сентября 2024 года предлагаю ввести федеральную выплату 5000 рублей в месяц для всех советников-директоров по воспитанию в школах и колледжах. К другим темам. Сегодня Омск в центре главного бизнес-события в Сибири. Наш регион стал площадкой проведения выездной стажировки для промышленных предприятий из разных регионов страны. Для почти 300 участников федеральной практики это возможность найти новых партнеров, увеличить производство и заручиться поддержкой государства. Репортаж Любови Федоровой. Дмитрий Сафонов в поиске бизнес-партнеров и инвесторов. АМИЧ представляет завод по производству оборудования для электрообогрева. Основной потребитель предприятия нефтехимии в регионах России и ближнего зарубежья. В прошлом году вступили в один из региональных промышленных кластеров. Теперь главный ориентир импортозамещения. Это развитие компании требует в том числе и помимо всех вложений еще и финансовых. Здесь мы очень надеемся разобраться в инструментах поддержки, субсидий, льготных кредитований. И сегодня для этого представлены все возможности. Выездная стажировка в рамках программы «Федеральная практика» как навигатор по госпрограммам. За два дня порядка 300 участников смогут узнать все о мерах поддержки отрасли. Более того, в рамках этих мероприятий порой даже принимаются решения по корректировке тех инструментов государственной поддержки, которые сегодня существуют на площадке Минпромторга, разрабатываются правительством. Наша конечная цель – это сегодня развитие промышленности Российской Федерации. И, безусловно, это реализация поручения президента по формированию технологического суверенитета. Омская область стала площадкой форума не случайно. На сегодня регион в числе лидеров России по развитию промышленных кластеров. Из 19 в Сибири у нас 7, куда вовлечены порядка 180 производителей. Для них это возможность масштабировать производство и найти новых потребителей, компенсировать затраты на обновление оборудования, брать кредиты по льготным ставкам. Также сегодня на выездной стажировке АМИЧи представляют, можно сказать, новую визитную карточку региона – маршрут «Промышленная Сибирь-Великая Россия». Данное мероприятие действительно для нас долгожданное. И я очень надеюсь, что оно действительно послужит катализатором, направленным на стимулирование роста промышленного производства у нас в регионе. Очень важно, чтобы бизнес разделял данный план. Мы готовы и к критике, готовы ее учитывать. В частности, для нашей области этой путеводитель главной цели промышленности на этот год – организовать не менее 13 кластеров, куда должна войти еще и легкая промышленность. Что касается регионов Сибирского федерального округа, сегодня федеральные эксперты поставили перед губернаторами задачу до конца года включиться в реестр Минпромторга России. Это позволит заводам получить дополнительные меры поддержки, субсидии и льготы. Любовь Федорова, Сергей Пайхалов, 12 канал. В первый месяц весны социальные пособия МИЧИ получат досрочно. Единый день доставки социальных мер поддержки через банки 3 марта. Он выпадает на выходной день, поэтому семьи с детьми все средства получат раньше уже 1 числа. Пенсионеров такие разовые нововведения тоже коснутся. Свои положенные выплаты им приведут также на день раньше 7, 15 и 21 марта. И как отмечают в социальном фонде, все транзакции будут произведены в течение всего дня. Если по каким-либо причинам пенсия не дойдет, а МИЧИ просят обращаться в банк. В городе изменилась схема работы двух светофоров. Так, на пересечении улиц Дианова и Дергачева, а также на машиностроительной около крупного торгового комплекса, время разрешающего сигнала автоматического регулировщика в часы пик увеличено. Об этом рассказали в городской администрации. На первом объекте на левобережье с 7 до 9 утра зеленый сигнал теперь горит чуть дольше на 4 секунды. Такие меры позволят увеличить пропускную способность уверенных специалистов. Водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения. А МИЧИ теперь смогут улететь на Средиземноморское побережье прямым рейсом. В апреле начнет курсировать лайнер из Омска в Анталью. Это курортный город на юге Турции. Планируется, что полеты будут выполняться с 27 апреля до 21 октября. Каждый день, кроме вторника. Вместимость судна 189 человек, а время полета займет 6 часов. Приобрести билеты можно через турагентство или с помощью сайтов-агрегаторов. Масштабное преображение ждет Омскую крепость. Для МИЧИ создадут настоящий музей под открытым небом. Среди исторических зданий планируют вновь возвести Иртышский полубастион. Специалисты уже разработали три эскизопроекта. Главная задача – совместить городской комфорт и историческую точность. Какие решения предлагают архитекторы и как в итоге будет выглядеть сердце города, расскажет Анна Лукинец. Историческому центру Омска особое внимание. С установки этого 30-метрового флагштока начался новый виток развития Омской крепости. Дальнейшая модернизация в самом разгаре. У специалистов еще десяток подобных идей. Поэтому экспертный совет собирается не первый раз. Главный вопрос на повестке сегодня – проект Иртышского полубастиона. Он предполагает восстановление крепостного вала. В городе Омске есть определенное общественное мнение, что в Омской крепости вал должен быть. Сейчас мы уже разговариваем о том, в каком виде. Это уже все, мы пошли дальше. Мы сделали еще один шаг на пути, чтобы наша крепость приобрела окончательно свой вид и свое лицо. Архитекторы предложили три варианта исполнения. Экспертный совет остановился на последнем. Это насыпной вал с прогулочной зоной наверху. А чтобы общественное пространство стало городским центром притяжения, рядом откроют конференц-зал, кафетерий, сувенирные лавки и галереи. Они расположатся в реконструированной казарме 1823 года. Мы сможем разместить то, что я уже сегодня говорил, не только пространство, новые галереи, ремесленные, мастерские, но и помочь городскому музею искусствам, который сегодня действительно нуждается в определении своих выставочных экспонатов. Начало работ по реконструкции запланировано на 2026-2027 годы. А сейчас ремонтные работы уже идут в зданиях инженерной мастерской и арсенала. На эти цели из бюджета города выделено около 16 миллионов рублей. Кроме того, предстоит также сделать перепланировку и отремонтировать цейхгаус, в котором в 2025 году будет открыт музей Омской крепости. Ну а завершился круглый стол награждением тех, кто участвовал в возведении 30-метрового флагштока. Анна Ухинец, Валентина Шемякина, Сергей Никифоров, 12 канал. Перемены с пользой для здоровья. В новой школе на Космическом проспекте смонтировали интерактивный скалодром. Комплекс разместили в блоке начальной школы. Это стена с разнообразными креплениями и встроенными датчиками движения, реагирующими на касание детских ладошек. Такой тренажер, утверждают эксперты, способствует не только физическому, но и интеллектуальному развитию малышей. Напомню, новую школу в Чикаловском поселке возводят в рамках президентского нацпроекта «Образование». Задание состоит из трех блоков для начальных, средних и старших классов. Внутри также оборудованы два спортивных зала и актовы. Образовательный процесс здесь начнется с 1 сентября. Творческим коллективом заслуженные награды. Лучшие муниципальные учреждения культуры области отметили по итогам работы прошлого года. Дипломы и грамоты, а также денежные призы получили и выдающиеся работники. Из 115 заявок победителями конкурса признаны 21 сельский ДК и 13 сотрудников. Мероприятие традиционное. Профессиональное состязание проходит в рамках нацпроекта «Культура». Он реализуется по решению президента. По максимуму стараемся привлечь всех в наш клуб. И детей, и пожилых людей, и взрослых. Десять у нас формирований разных. И вокалы, и танцы есть, и кружки дополнительного образования. Так что пытаемся по-разному привлечь. Вооружились пилочками и расческами. Омские мастера красоты сразились в настоящей битве. Образы участников чемпионата парикмахерского искусства буквально сносили с ног и жюри, и самих моделей. Для создания сложных причесок бьюти-эксперты тратили килограммы клея и литры лака. А на разработку необычных нарядов десятки часов. Как создавались шедевры макияжа и маникюра узнала Валентина Шемякина. Лиса Патрикеевна. О ней в своих баснях писал Крылов. Она героиня множества сказок. Теперь хитрая обманщица появилась и в Омске. Автор необычного образа Анастасия Панченко рассказывает. Над созданием короны и платья трудилась около недели. Я очень быстро все сделала. Искала сильного вдохновения. Мне не хотелось сделать что-то просто так. Хотелось, чтобы было то самое. Несмотря на яркий образ, удивлений и интереса на лицах окружающих немного. Все потому, что каждый в этой комнате профессиональный стилист или модель. Кисточки и краски вместо оружия в Омске развернулась настоящая бьюти-битва. Сотни омских мастеров борются за звание лучшего. И главный приз – поездку в Санкт-Петербург. Среди участников – мастера маникюра, первоментного макияжа, наращивания и ламинирования ресниц. Колористы, визажисты и парикмахеры. У опытных и начинающих мастеров есть возможность не только представить свое творчество профессиональному сообществу, но и обзавестись новыми клиентами. Мы работаем, конечно, уже слаженной командой и понимаем, как его делать и какие особенности для Омска у него есть. И каждый раз стараемся наполнить его, увеличить, чтобы он рос, развивался. И в этом году нам это тоже удалось. Наш 12-й чемпионат в этом году значительно отличается от двух предыдущих. Самая яркая и долгожданная часть конкурса – дефиле моделей. Образы этой номинации объяснены одной сказочной тематикой. Тут с десяток возились прекрасных, несколько золушек, качей и ухоцерных моделей. Помимо сказочных персонажей, на сцену выходили ретро-красавицы и невесты. Некоторые прически и платья были настолько тяжелыми, что модели еле держались на ногах. Впрочем, показ это ничуть не испортило. Нашлось место и повседневному шику. Не забыли и о мужчинах. Мастера готовили свои работы в течение дня под чутким надзором экспертов. Призовой фонд чемпионата – 1 миллион 125 тысяч рублей. Распределили между семью номинациями. Но унесли участники не только призы и грамоты, а еще и ценные знания. Весь день на главной сцене шли мастер-классы по маркетингу, техникам работы и обслуживанию клиентов. Валентина Шемякина, Юрий Репин, 12 канал. И вот какие материалы мои коллеги готовят к итоговому выпуску. Смотрите в 19.30. Обчистила почти на миллион. Удалось установить место, куда было сбыто имущество и кем. Домработница удачно совмещала сразу две профессии. Убираясь в квартире, забирала дорогие ювелирные украшения. Как удалось обнаружить пропажу и как подсудимая объяснила свой поступок. Сегодня бывшее здание общежития, совсем скоро новый современный медицинский комплекс. Вся эта территория будет засыпана землей для дальнейшего благоустройства. Первые очертания будущего медцентра уже вырисовываются. Подрядчик планирует подключить дополнительные силы, усилить работы на объекте. Когда откроется детский инфекционный стационар и кого он будет принимать, расскажем в 19.30. Пол миллиона избирателей получили приглашение на выборы президента страны. И адресные обходы в регионе продолжаются. Напомню, с 17 февраля представители участковых избирательных комиссий проводят поквартирные и подомовые обходы. И таким образом обновляют списки избирателей. Людям рассказывают, где и когда они могут проголосовать. А также помогают составить заявление на альтернативный способ. На дому, если это необходимо, или по месту временного пребывания. При этом о своем визите специалисты предупреждают заранее. На подъездах вывешивают объявления. Узнать обходчиков можно по специальной атрибутике. Сумки с логотипом выборов президента, по именному бейджу и нагрудному значку в форме галочки в цветах российского триколора. Александр Шлеменко выйдет на бой с Куатом Хамитовым. Поединок станет главным событием турнира Лиги смешанных единоборств. Он состоится в мае. Спортсмены выйдут на ринг в Челябинске. Александр Шлеменко станет хедлайнером мероприятия. Ради встречи с омским штормом боец из Казахстана даже поднимется на одну весовую категорию. Отмечу, что на данный момент омский спортсмен располагается на 12-й строчке в рейтинге сильнейших атлетов России, которые соревнуются в среднем весе. В Лиге единоборств он выступает уже пять лет. Что касается у Куата Хамитова, он трижды становился сильнейшим на чемпионатах мира по ММА. И еще о спорте. Омские атлеты завоевали целую коллекцию наград на всероссийских турнирах в Москве, Калининграде и Мурманске. Один из лучших результатов плавания показала Амичка Елизавета Козубовская. Отличились и спортсмены в пауэрлифтинге. Награду в высшей пробу весовой категории 74 килограмма также забрала мич. Подробности узнаем у нашего спортивного обозревателя Алексея Дареева. В российской столице завершился турнир по Кио-Кусинка и Russian Open Cup, в котором приняли участие 2200 спортсменов из 17 стран. Обладателями серебра в дисциплине катта-группа стали Амичи Екатерина Ахрамович, Диас Есенбердин и Мирослав Григорьев. Бронзовую награду в Кумите завоевал Диас Есенбердин. Его весовая категория 50 килограммов. Все спортсмены выступали в возрастной категории 14-15 лет. Омские пловцы успешно выступили на Кубке России. Первый этап соревнований прошел в Калининграде. Турнир собрал сильнейших спортсменов со всей страны. Амичка Елизавета Козубовская показала лучший результат на дистанции 800 метров вольным стилем. Еще один наш земляк Владислав Резниченко занял второе место на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем. Также он стал бронзовым призером в заплыве вольным стилем на 100 метров. Омская спортсменка Анна Рзаева завоевала серебряную награду в комплексном плавании на 400 метров. Омские кинкобесцы разыграли награды чемпионата и первенства региона. Соревнования прошли на катке спортшколы «Красная звезда». Турнир собрал порядка 60 участников, которые соревновались на дистанциях 500 тысяч, а полторы – 3,5 тысяч метров, а также в многоборье. Победителями в своих возрастных категориях среди девушек стали Анастасия Ковалева, Анна Сакирко и Диана Булахова. У юношей лидировали Дмитрий Витькал, Михаил Михеев и Данил Танковит. Первенство России по пауэрлифтингу среди юниоров завершилось накануне в Мурманске. Турнир по трейборю собрал порядка 200 спортсменов из 30 регионов России. В стартах участвовали атлеты двух возрастных категорий – юниоры и юниорки до 23 лет, а также юношей девушки до 18 лет. Омский спортсмен Александр Щепанов завоевал награду высшей пробы весовой категории 74 килограмма. Серебро у Максима Враницына из Камчатского края бронзовым призером стал косноярец Данил Астраханцев. Алексей Дариев, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695 641. Оставайтесь с нами. И о погоде завтра 1 марта в Омске. Переменная облачность, возможные осадки. Ночью минус 5, минус 7. Дневная температура 4-6 градусов ниже нуля. В районах облачно-небольшой снег. Ночью минус 7, минус 8. Днем минус 5, минус 7. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. На этом у меня все. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!